Приветствую вас, дорогие друзья! Спасибо, что заходите на мой канал. С вами Жанна Фетисова. Я предлагаю вам посмотреть ролик, в котором я делаю макияж полностью отечественной косметикой от Ева Мозаик. Вот все средства, которые мы будем использовать. Кому-то может показаться, что это слишком много средств, кому-то, что слишком мало. Для меня это мало. Многие из этих средств я приобрела в Санкт-Петербурге. Кто не видел мой лук о Санкт-Петербурге, обязательно посмотрите, это очень интересно. Вот здесь наверху оставляю вам ссылочку. Что ж, давайте начнем. Первое средство, которое я буду использовать, это база под макияж. Она удивительно многофункциональна. Ее же я буду использовать и на веки, как база под тени. PR Primer Radiance, база уход. Инкапсулированный витаминный комплекс со светоотражающим эффектом. Капсулки, входящие в ее состав, растворяются при соприкосновении с кожей. Придают коже здоровый, приятный очень вид. В одном из своих роликов я уже сравнивала это средство с люксовой косметикой. И действительно, она очень похожа по эффекту на Ивсен Лоран, который убирает желтизну. И дает лицу такой очень приятный, более спежий, я бы так сказала, отдохнувший вид. Если вы видите, что вы загорели как-то неровно, появились пигментные пятна, то вы вполне можете воспользоваться этим средством в качестве такого корректора. По ощущениям, это средство очень легко впитывается, уходовое. То есть, это как хороший такой дневной крем. И макияж становится очень и очень устойчивый. С карандашиком от Ева Мозаик в 0.3 номере я оформлю брови. Вот такой серо-коричневый цвет, очень хороший. Eyebrow стилист. Чтобы брови выглядели более естественно, я распушаю вот эту часть всегда. И вот здесь прорисовываю чуть больше. Цвет мне нравится, посмотрите, по-моему, вполне естественно выглядит, видите? Следующий продукт, которым я воспользуюсь, это тональный крем от Ева Мозаик. CC-корректор. Его совершенно не видно при нанесении. Он действительно очень хорошо адаптируется к тону кожи, посмотрите. В этой линейке также есть и BB-кремы. Просто мне захотелось попробовать именно легкий CC-крем. Здесь больше уходовых компонентов. Он скрывает несовершенство. И здесь SPF 15. Что для города вполне достаточно, если вы не пребываете слишком много на солнце. Разношу его просто пальчиками. Он очень хорошо впитывается в кожу. Он не лежит маской. Он практически незаметен. Для тех, кто очень любит вот такой вот легкий, нюдовый макияж, эти средства, бюджетные, хорошие средства, действительно могут быть находкой и любовью всей вашей жизни. Чуть-чуть добавлю под глаза его. Можно наслаивать. Он совершенно незаметен. В качестве корректора в данном случае его использую. С этим CC-кремом и с этой базой уже не требуется отдельный корректор. Корректоры в Evo Mosaic также отличные. Я их тестировала, пробовала. Ну, просто мне нечего перекрывать. Недостатков, как таковых, у меня нет. Серьезных. Теперь я восстановлю природные объемы. Выделю немного овал лица. Сделаю скулы. Чуть-чуть где-то лишнее уберу с помощью вот этих теней от Evo Mosaic. Это 0, второй номер. Тени Evo Mosaic, которые мы будем с вами использовать и как тени, и как корректор. Красивый, естественный серо-коричневый оттенок. Кстати, кисточка здесь очень-очень хорошая. Делаю вот так. И вот эту самую скулу прорисовываю до серединочки. И растираю чуть-чуть вниз. Чтобы сделать визуально более узкой вот эту часть лица. Средство очень многофункциональное. Всегда сдувайте излишки. Чуть-чуть вот здесь уберем объемы. Сделаем лобик более узким. Сделаем носик чуть-чуть уже. Одна моя знакомая просила меня, кстати, показать вот эту технику, когда вы не делаете грим-барсука. Грим-барсука уже давно не моден, друзья. Если вы все еще делаете жесткий, какой-то бешено-жесткий контуринг, то это очень зря. Это очень сильно заметно. Это некрасиво. Для того, чтобы сделать нос более курносым, затемните здесь. Соответственно, для того, чтобы как бы удлинить его у тех, у кого слишком вот так задран носик, вы наоборот должны сделать светленький кончик носа. Я же буду чуть-чуть затемнять его. И вот так слегка пройдусь просто по спинке носа. Совсем практически, видите, незаметно. Но дает чуть-чуть ощущение такого легкого загара. Буду пользоваться уже кисточкой от IcaTools, которую я приобретала на iHerb. Ссылочку вам на скидку всегда оставляю в своих видео. Для того, чтобы углубить вот эту складочку века и сделать глаз как бы более объемным. Вот таким образом. Это же будут наши тени. В этом видео я хочу показать вам, что для того, чтобы иметь ухоженный вид, много косметики не нужно. И не нужно тратить глобальные, огромные средства на приобретение дорогой косметики. Что наша отечественная косметика прекрасно работает. Потому что просто все средства сейчас делаются на одних и тех же заводах, друзья. То есть совершенно не обязательно тратить огромные деньги. Добавлю вот в эту складочку сюда под губу. Это зрительно увеличит губы. То есть сделает вот эту ямочку более глубокой. А значит губы более пухлыми. И все. Вот такие у нас с вами сегодня естественные контуры получаются. Если вы как следует растушуете вот такие вот средства, ну то есть практически останется только оттенок, оттенок, незаметно, то никто не скажет, что вы как-то хотели перекроить ваше лицо. Такой вариант скульптурирования самого легкого, самого незаметного, он очень хороший. У моей давней подруги скоро будет венчание, свадьба уже была. Я ее очень-очень поздравляю, передаю ей привет, Светочка, привет тебе. И ты спрашивала меня, каким же образом можно сделать легкое-легкое незаметное скульптурирование, как сузить личико. Да, вот так ты его сможешь сузить. С помощью вот таких вот средств коричнево-сероватых оттенков. Текстуру уже можно выбирать любую, сухую, либо жирную, как делают в театре. Я буду оформлять глаза тем же самым карандашиком, кстати, которым я пользовалась для оформления бровей. Мне нравится этот цвет, между коричневым и серым, очень красивый цвет, матовый. Поэтому я нарисую маленькую-маленькую стрелочку и потом уже воспользуюсь тушью. Все рисуют стрелочки по-разному, я видела разные варианты. Многие закрывают полностью глаз, мне это неудобно, потому что я всегда хочу видеть как бы результат сразу. То есть в закрытом состоянии стрелка выглядит по-другому, нежели в открытом. Тушь BB Ideal Mascara. Объем, длина, подкручивание. Пока еще не пробовала, слышала, что туши действительно хорошие в Евмозаик. Мне вот такая вот фигурная красивая кисточка. Тушь должна увеличивать немножечко в объеме. Ну, а сами по себе реснички у меня и так довольно длинные. Настолько длинные, что иногда, знаете, даже касается верха, поэтому кончики я подснимаю. Такая длина мне не нужна. Мне хочется все время объема. Тушь смывается просто теплой водой, плюс 38 градусов. Идеально для тех, у кого в принципе аллергия на какие бы то ни было средства, которые травмируют глаза, попадают в глаза при смывании макияжа. Эту тушь вы можете прям вот так вот, намочив пальчики водой, снять чулочками. Прям вот так с ресничек. Это очень удобно. Вы знаете, тушь мне уже нравится, ребята. Чуть-чуть прокрашиваю у основания буквально нижние реснички и все. Посмотрите, какая классная тушь. Видите результат? То есть у меня длинная ресница, но все время не хватает объема. И вот она сейчас дает объем. Видите, такие они пушистенькие становятся. Мне очень нравится результат. Такими пушистыми мои реснички бывают только, когда я использую тушь Шанель. Но согласитесь, цена в 200 с небольшим рублей, да, и тушь Шанель в 2500 примерно. Это, конечно, сравнивать невозможно. Посмотрите. Теперь осталось добавить немного цвета на щечки и губы. Чтобы придать лицу более здоровый вид, ясный, светящийся, я буду использовать румяна. Вот я в Мозаик. Они в номере 16. Я показывала вам их в ролике о покупках, совершенных в Питере. Вот такой приятный, очень красивый цвет. Что-то между персиковым, арбузным и розовым. Какой-то такой персиково-арбузный цвет. Очень красивый. Буду пользоваться тоже кистью Эко Толст. Чуть беру продукта. Лишнее сдуваю и круговыми движениями от серединочки глаза двигаюсь дальше вверх, к височку. Кто только начинает плавать в этом море макияжа, я бы не советовала приобретать румяна, которые очень сильно пигментированы. Легко поставить пятно, которое сложно растирается. Вот такого вот плана румяна, которые хорошо спрессованы, которые не сыпятся и которые набираются по чуть-чуть, чтобы можно было накладывать такими слоями. Румяна очень удобно добавлять по чуть-чуть до той кондиции, которая вам нужна. Вот сюда чуть-чуть и сюда. Цвет мне очень нравится. Он подойдет многим. Он очень освежает. Для того, чтобы как бы воссоединить весь макияж, я добавлю вот этого же самого цвета, этих же самых румян, чуть-чуть, буквально на кончике кисточки, вот сюда, на косточку, вот на эту. Вот такие оттенки работают на увеличение природной яркости глаз. То есть, если вы добавите вот этот оттенок чуть-чуть, не внутрь, не в складочку, да, а вот сюда, на косточку, чуть-чуть, то в итоге вы получите более ясный, более открытый, яркий взгляд. Уже пользуюсь этим карандашиком и буду сейчас его использовать. С одной стороны кисточка, с другой стороны белый такой полуперламутровый карандашик от Ева Мозаик. Карандаш называется Ньют. Пользуюсь его на слизистую для того, чтобы еще больше распахнуть глаза. Вот так вот голову вниз. Сейчас этот карандаш кажется очень ярким, белым. Нижняя слизистая мается слезой, минут через 10-15 он уже не будет такой яркий, он будет слегка-слегка виден. Ну, и тем не менее будет работать на то, чтобы глазки были более открытые. Осталось только чуть-чуть выделить губы, да. Я буду использовать вот такой карандаш Makeup Lips Ева Мозаик Лип Лайнер. Называется он нежно-розовый. У каждого есть свое название. Чтобы линия получилась более ровная, вначале выделю галочку губы наверху и затем буду ввести линию снизу вверх. Кантур есть, теперь заштриховываю полностью этим карандашиком, используя его как помаду. Таким образом у нас сегодня с вами просто минимум средств. Вот так плотненько заштриховываю. Смотрите, какой красивый цвет. Что-то среднее между сливовым и розовым. Очень красивое. И для того, чтобы губы не сохли, потому что это все-таки матовый карандаш, и он чуть-чуть подсушивает губки. Ну, хотя многие прекрасно переносят, конечно, матовые помады, но, видимо, это не я. Я буду использовать вот такой замечательный бальзамчик. Ультрашайн Ева Мозаик. Комфорт и увлажнение. Имеет он и такой натуральный цвет кожи, очень красивый. Нанесу его прямо сверху. Он дает такое сияние, легкий дуахром губам. Вот видите? Ну что ж, друзья, наш макияж закончен. Я надеюсь, этот ролик был полезен для тех, кто хочет попробовать что-то новое. И особенно попробовать отечественную косметику, которая, как вы видите, сейчас уже прекрасного качества. И очень недорогая, кстати. Спасибо, что вы были со мной. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok